Здравствуйте, дорогие подписчики, гости канала, обувные маньяки и любители обуви. Простите, был великий пост и роликов не было. Сегодня о легендарных ботинках White's. Я надеюсь, что этот ролик будет интересен не только любителям обуви, но и мастерам. Пусть простят мастера, что я иногда рассказываю тем, которые лучше меня знают предмет. Это White's Boot, классическая их модель. Ну давайте я пока буду открывать, я потихонечку буду и рассказывать заодно. Так, открываем. Открываем. Так, ботиночки сложены вот в такие пакетики. Так, ботинки мы выложили. И здесь остались шнурки. Вот это вот такой шнурок, я снял его заранее. Вот, и пакетик от производителя с гарантиями. Так, ну обычная коробочка, красивая, фирменная ихняя. Вот, в общем, достаю ботинки и заодно сейчас буду рассказывать о компании. Лишнее уберу, чтобы не мешалось. Ну вот. И сейчас немножечко расскажу о компании. Основана у White's в 1800-х годах, ну по преданию в 853-м. Вот, ну в 2022-м году они открыли первый магазин в Спакане. Это, по-моему, штат Орегон. Ой. Это компания, которая уже, в общем-то, стала классикой американского рынка давно, одна из старейших у них. И она, 170 лет ее существования, управлялась сапожниками. То есть, не менеджерами. По-моему, было там лет 5, когда управлялся менеджером наемным. Вот, а так сапожниками. Именно обувщиками, которые выросли в основном на предприятии. Вот, она, это предприятие было даже народным в 70-х годах несколько лет. Потом, опять же, стала частной. В общем, первые заказчики у White's были лесорубы и шахтеры. И первая обувь, которую она делала, это была рабочая. Рабочая обувь для людей, занятых тяжелым трудом. С 30-х годов где-то у них пошел уже семидресс. Семидресс, в общем, все гадают, как это переводится. Семидресс. Ну, дресс это у них парадный, модельный на наш язык. А семидресс это полупарадная, полумодельная. Ну, в общем, это, как сам владелец говорит, это долговечный ботинок для бизнеса. То есть, если ваша работа, нечто более сидение в офисе, если вы ходите, ну, например, что-то там доставляете, или там почтальон, или кто там. Ну, в общем, любой человек, который связан с передвижением. Вот, в общем, это вот оно. То есть, это не формальная обувь для тех, кто в офисах ходит, а именно для тех, кто ходит по улице. Вот, поэтому вот семидресс такой термин. Кстати, этот термин придумал основатель Вайтса. Назвали его Отто Вайтс. Вот, и он, этот термин, прижился. В общем, что такое Вайтс? Вайтс. Вайтс это ручная обувь. Обувь, в первую очередь. Затяжка, разделка стельки, обрезка стельки, вшивка ранта, прикрепление низа. Всё это вручную. Кроме допельного шва вот этого вот. И иногда на некоторых моделях затяжки носка и пятки. Всего штата у компаний 90 человек. Ну, иногда сезонные рабочие бывают. Вот. Сегодняшний управляющий, он хочет сохранить Вайтс, как Вайтс, потому что всё уходит старое. Вот он боится, что кто-то в будущем захочет заменить людей на машины. Для потребителей, в принципе, это будет незаметно. Но что-то есть в том, как говорит он, что ботинки тебе делает один человек. Ну, то есть, заготовку шьёт один человек. И остальное, то есть, делает стельку, затягивает, прикрепляет подошву второй человек. Вот. Ну, я думаю, на самом деле, там ещё один человек есть, который делает вот этот вот шов. Потому что этот шов, он такая критическая операция. Если человек с этой машиной не дружит и постоянно на ней не работает, то вот у него может там косяк выйти, конечно. Вот. Поэтому обычно на этой машине, которая знает её характер, знает её косяки, работает один человек. Вот здесь вот шов порвался. Вот он торчит. Даже если видите, вот здесь вот ниточка торчит. Вот здесь она тоже торчит. Вот. И шов какой-то разный немножко. Ну, в общем, скорее всего, человека три собирают вот эту вот пару. Но самое главное, за что любит Вайтс вообще, и вот что для них самое главное, это получить ботинок, который хорошо сидит на стопе. Вот. И основатели Хотта Вайтс, вот, он был гением по подгонке колодок. Тогда эта наука вообще была ещё в зачатке. Вот он постоянно рисовал ноги и думал о удобстве их. В общем, как совместить жёсткую, жёсткие материалы, то есть жёсткая стелька, подошва, каблук и мягкую ногу, которая болела, страдала и так далее. В общем, вот тот способ, которым думала его голова, это и есть причина существования Вайтс до сих пор. У них, у Вайтс, где-то есть порядка 20 колодок, вот, но из них 5 основных. Вот. И эти 5 основных, они с большим количеством полнот, и они подходят, в общем-то, для 95% всех людей. Крайне редко нужны остальные колодки. Сейчас ноги, говорят, они сравнялись. У людей очень, в основном сейчас типовые ноги. Видимо, из-за того, что лучше здравоохранение стало. Вот. Может быть, просто обувь стала получше сейчас. Вот. В общем, скажем так, что особенность этой колодки, это наличие, вот как у них здесь написано, система из-арч, то есть система поддержки свода. Вот здесь такой скелет костный нарисован. Вот, если видно, вот он, скелет, и там написано из-арч. Ну, то есть это, по идее, разгрузка арки, хотя совершенно всё наоборот, идёт нагрузка на арку, чтобы разгрузить пятку и пучки. То есть из-арч это такая система, которая включает в себя колодку саму, то есть изгиб колодки, и конструкцию обуви. Конструкцию обуви. И вместе это уже будет система целая. Вот одевая, когда вы одеваете вот эту вот пару, вы чувствуете такой валик. То есть он проходит примерно вот здесь вот, вот посередине стопы. То есть примерно вот представьте, что вы становитесь на лесенку или на черенок от лопаты, вот так вот. Ощущение точно такое же. Достаточно жёсткое, некомфортное, как бы сначала. В общем, довольно-таки странное ощущение. Ты чувствуешь прям явную помеху. Если будешь так стоять примерно 20-30 минут, то вот эта вот нога вообще не имеет. Вот эта часть, передняя часть стопы не имеет. Вот сейчас я вам лучше покажу. То есть вот здесь вот этот валик, он пережимает вот эти вот кровеносные сосуды мышцы. Вот если ты стоишь, вот она, нога немеет, и потом, когда вы начинаете её немножко там дёргать, там расслаблять туда-сюда, то вот здесь вот аж покалывание такое, когда кровь и иннервация возвращаются сюда. Вот, в общем, поэтому её нужно разнашивать, эту пару. Вот, когда вы её разнашиваете, происходит такая вещь. То есть там внутри вот этот вот супинатор, вот, вся эта арка продавливается вашим весом, обувь вот так вот вот, вот так вот изгибается, каблук сзади немножко приподнимается, становясь вот на это место, да? То есть задняя часть его немножко приподнимается, ну, как бы показать это? Вот так вот она становится. Вот так вот, вот так вот. То есть и носок чуть-чуть поднимается. Ваша нога давит на этот валик, и постепенно он садится. Вот, там нет железа. Вот. Соответственно, она принимает вашу форму. Но это через боль, через разноску, через привыкание. Видно, и кости тоже немножко меняют свою форму, приобретая более высокую арку. Для плоскостопых это особенно может быть болезненно. Вот. Но, тем не менее, после вот такой вот разноски, вы чувствуете опору. То есть вы наступаете хорошо, и чувствуете опору, как она плавно с пяточки перетекает вот сюда, 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 на пучки. То есть вы чувствуете, что у вас нога всегда подперта, когда вы ходите в этой обуви. Всегда на опоре. То есть она всегда у вас не как современная обувь. Сюда, нажал на каблук, наступил. Потом сразу на пальцы. На каблук, на пальцы. А там опора плавно перетекает. Вот. Вот в чем особенность этой, скажем так, гиперподдержки свода, как они ее называют. Соответственно, представьте, как можно сделать примерку человеку, когда ты задумал сделать такую арку человеку. То есть ты ему даешь примерочную копию, а там арка неразношенная. Он ее одевает. Ой, неудобно, у меня валик там какой-то, прям сильно давит. Ну что ты здесь делаешь уже, собственно говоря? Вот. То есть через боль так ему говорить. А вдруг у него этот боль не пройдет? Ну то есть у некоторых и не проходит. Но в целом большинство ног все нормально. Все нормально, и эти колодки очень любят. Просто мы уже не привыкли ничего терпеть, а здесь надо немножко потерпеть. Вот. Кстати, судя по старым каталогам, у Вайтса когда-то была еще метаторзальная поддержка. То есть... Они делали вот такой вот валик, ну такой выступ такой, еще вот здесь вот, между пучками. Вот метаторзальная. Чтобы поддерживать свод стопы. Свод поперечной стопы. Но потом, сейчас в новых каталогах этого нету. Давно уже нету. Соответственно, в этом веке они этого не делают. Видно, отказались. Почему? Потому что у всех людей вот это вот расстояние от пятки до пучков, оно разное. Причем они вот так вот могут к пучке кривиться, сюда, сюда спускаться. Вот, соответственно, когда они делают на одном месте свою метаторзальную поддержку, она может не попасть. И может доставлять неудобства. Вот, поэтому сейчас они от нее отказались. Супинатор у них из чепрака. Ну чепрак... Сейчас я покажу, есть кусочек у меня. Чепрак это вот. То есть это кожа растительного дубления толстая. Ну у них 11 тюнций, это где-то примерно соответствует 5 мм. Вот 5 мм кожа. Чепрак у них очень жесткий идет на супинатор и на подошву. Вот. То есть вот здесь вот он и есть. Железа здесь, железного супинатора, как мы привыкли, как есть в Red Wing'ах, например, в Чепеве или там в этим, во Фраях, здесь нету. Здесь нету. То есть это вот одна из особенностей такие. То есть если железный, он и не промнется. Ну или вернее он промнется, но меньше. Вот. А это вот так вот проминается. Значит, потребуется на это где-то, ну наверное месяц вам потребуется на то, чтобы вот ботинки выгнулись, чтобы они приняли вашу форму. Они, конечно, покосятся, покривятся немножко, немножко вот так, так сядут, вот это сюда придвинется. В общем, но они примут вашу форму. Вот. Так что у них, скажем так, у них нету железного супинатора. Нету. Вот такой есть у Red Wing, а у них нету, да? У них нету деревянного супинатора. Никсы ставят. Никсы ставят деревянный. У них даже деревянного нету. Ну и естественно у них нету никакого пластмассового дешевого супинатора. У них просто кожа. Просто кожа. Вот. Это хороший, скажем так, ну в общем это приятно об этом думать. Главное жалоба заказчиков у Вайтса, это в основном на неровность вот этого допельного шва, допельных швов. Они, правда, далеки от совершенства, неровные. Вот. Если вы посмотрите, да? Вот. Как бы, ну да, не совсем. И стежки гуляют, то есть они становятся то больше, то меньше. Вот. Если посмотрите даже вот здесь вот, видите, вот тоже видно где-то немножко гуляет. Вот. Ну, владелец говорит так, что вот с этим вот выворотным рантом очень трудно шить на больших толщинах. И хочешь не хочешь, их машина не справляется. Не делает она такой ровной, как на обычной, на модельной обуви такой шов. То есть все-таки материалы такие мощные. Так что, вот. Ну как-то так. Расскажу, где купить. Можно купить на фабрике. Вот. Но они торговать не умеют. Они производители. Вот. И кастомную пару вам придется буквально, придется все опции согласовывать по телефону. Вот. Конечно, это не айс. Поэтому самый крупный магазин у них это Бейкерс в Орегоне. Вот. Это крупнейший дилер Вайдс и Веско на северо-западе. Сайт bakershue.com Но для того, чтобы заказать кастомную, вам надо установить VPN. Вот. Ну, поищите ZenMate для Chrome, например, бесплатный. Вот. Без него не видно формы выбора кастомных опций. Вот. Ну, в общем, поймете. Дальше. Опции. То есть, действительно, у них хорошо развит кастомный пошив. Соответственно, у них, представьте себе, 19 размеров и 9 полнот. Это уже 200 колодок. Плюс 2 фасона вот для этой конкретно пары. 2 фасона колодок. То есть, это уже 400 колодок под одну. Чтобы делать одну пару, им нужно держать 400 колодок. Вот. Потом, у них 40, более 40 кош. Вы можете выбирать разные кожи сюда. 5 кош на подкладку у них. И около там 40 или 35 кош наверх. В том числе, можно даже экзотов поставить, например, какую-нибудь там змею даже. Бог с ним. Или лошадь. Вот. Значит, у них можно заказать отрезной носок, петлю сюда, если надо. Вот. То есть, двойной подносок вот сюда вот. Одинарный или двойной. Или вообще без него, как в этом вот случае. Можно выбрать фурнитуру. Да. Носочки у них только из термопласта. Из кожи не бывает. Вот. Потом. У них можно выбрать двойную проложку. То есть, вот эта вот кожа. Ее можно сделать двойной. Более массивная подошва будет. И более ригидный низ. Такой будет жесткий. Вот. Ну, за дополнительную, естественно, оплату. Потом. Три цвета уреза. Коричневый, черный. Вот. Здесь коричневый, черный, натуральный. Вот. Потом. Можно выбрать. Представьте. Можно выбрать полдюйма каблука добавить. Вот у него конкретно сейчас один дюйм. Да. Можно либо добавить полдюйма. Это дополнительное. У них там, по-моему, 20 долларов или 10. Вот. А можно убавить. Это бесплатно. Убавить полдюйма. Это вот кто как хочет. Кто уже их колодки знает, тот может себе выбрать это. Потом. Девять подошв можно выбрать. Вот. Девять подошв. Полуподошв в том числе. То есть, кожаная плюс половинка будет. Как профилактика. Потом. И у них можно выбрать даже вот это вот, как они это называют, soul trim. Soul trim. То есть, вот этот вот бортик рантовый. Насколько он будет широкий. Вот. Сейчас вот он, смотрите, он на сантиметр. Примерно. И два шва. Можно выбрать один шов. И тогда этот бортик будет уже, соответственно, меньше. Вот. И можно даже у них взять пару на примерку примерно. То есть, ну это по США, конечно. Они присылают готовую пару другую. Вы одеваете, смотрите. Да, мне эта колодка подходит. После этого они вам шьют уже пару. Но это тоже стоит 40 долларов. По срокам. Они делают обувь примерно за два месяца, как мне сказал владелец этой пары. Два месяца он ждал. Но потом оказалось, что они накосячили. Они поставили сюда вот жесткий подносок. А он говорил без подноска. Еще месяц понадобилось им, чтобы сделать другую пару. То они продали быстро. И получилось три месяца с заказа. Это очень хорошо. Это значит, что у них все хорошо настроено. Что это действительно серьезное предприятие. Потому что кастомная пара вообще трудно шить. Вот представьте. Трудно шить кастом и при этом быть эффективным. То есть, особенно представьте, заготовщицам. Разную кожу можно выбрать. Это, кстати, бесплатно. Можно черную, коричневую поставить. Заготовщикам трудно. То есть, они могут спутаться. Большое количество кож. То есть, много нужно в ассортименте держать. Большой запас. То есть, поэтому им очень трудно. Вот любому кастомному пошивщику очень трудно. Вот поэтому ориентир у них все-таки идет на стоковый ряд. То есть, если у вас нормальная обычная нога, лучше заказать стоковую пару. Ничего не ждать. Сразу получить свою полноту. У них они есть на складе. Вот. В общем, вот примерно как-то так. Ну, в общем, все. На этом общая часть закончилась. Сейчас мы будем уже говорить конкретно об этой паре. Что она из себя представляет. Называется эта пара Classic Semi Dress Boots. То есть, классические повседневные ботинки. Пятидюймовые. Пятидюймовые – это вот высота. Вот в этом месте меряется высота. Она у них 13 сантиметров. От подошвы до верхней линии голенища 13 сантиметров. А поскольку здесь линия такая крутая, верхняя линия голенища, то вот здесь уже 11,5 сантиметров. Берцы цельные. Вы видите, здесь деталей на них нет. Задний и наружный ремень. Вот как у Бекманов примерно. Точно такой же. Цельная союзка. Но можно поставить носок. 50 долларов дополнительно. И здесь еще 50 долларов дополнительно. Я объясню почему. Носок это не просто взял и пришил. А то, что затяжка его уже сложнее. Его затяжка почти наверняка ручная уже должна быть. Потому что если он криво сядет, вот здесь вот, то у вас уже пара будет очень сильно распаровываться. То есть два носка посмотрите, а они разные. Вот если здесь вы ничего не заметите сейчас, да? Вот для сапожника заметно, что здесь затяжка очень кривая. Особенно вот на этой паре. Вот на этой паре она вот сюда перевернута. Вот так вот. То есть если вот так вот поставить, вот эта пара правильная, вот эта пара правильно затянутая, а вот эта перее... Не знаю, не заметите. Ну бог с ним. В общем это видно сверху, что она вот так вот сюда вот, вот эта часть смещена вперед. Хотя она должна, судя по линии пучков, наоборот назад на сантиметр быть, а вот эта должна быть вперед. Вот так вот она должна быть. Ну вот. В общем это не суть, важно. То есть когда нет отрезного носка, этого не заметно. Поэтому плюс 50 долларов. что уже придется очень хорошо вот на это на все смотреть, сапожнику. Вот. Плюс 50 долларов. Так. Значит. Дальше. Язык у них клапан. Вот клапан до третьей блочки. В общем-то так все почти делают. Вот. И что здесь еще интересного? Ну ничего такого. Блочки. Большие такие, прям сантиметровые. А внутренний диаметр 6 миллиметров. Явно не классическая такая. И крючки. В общем. И все это красная какая-то медь такая. Красно-темная медь. Вот. Крючки литые, очень крепкие. Под достаточно тонкие шнурки. Вот эта вот линия, которая идет по берцам, она пристраивает пяточный карман. Пяточный карман у них из обычной кожи, вот из такой вот. Лицевой, причем не выворотный. Вот так-то. А вот лицевой. Она прям лицом смотрит на... Ну вот она. В общем, видите. Вот она лицом, она смотрит на ногу. Соответственно, немножко может скользить, но это не важно. Вот. И задничек этот, как у них, как вообще у американской обуви часто, вот этот очень невысокий. Всего лишь 50 миллиметров. У нашей 60, как минимум. Вот. Ну, у американцев это считается нормально. Вот. В общем, вот такая простая достаточно модель. Колодка. Колодка. В общем-то... Ну, как сказать. Модель эта где-то выпускается с 40-х годов, судя по старым фото. Вот. Ну, там она немножко по-другому была, но похожая, тем не менее. Вот. Колодка здесь умеренно асимметричная. Вот. Вы видите. Немножко закосистая. С умеренно заостренным носком. Вот. Имеющим тенденцию стеснять немножко все-таки пальцы. Согласно и американской, и русской обувной науке, вот стеснение пальцев, вот здесь вот, 20 миллиметров. Ой, 20 процентов. Оно безболезненно для ноги. Да, оно безболезненно, но не полезно. Не полезно, скажу я. В общем, при... Как сказать? Вот, то есть, когда нога вот так немножко сжата, пальцы, они уже по-другому работают. И постепенно начинается выворачиваться вот этот палец. Вот. И вот к 40-ка годам у человека уже вот такой палец. Вот. А к 50-ти вообще может быть вот... Ну, вообще вот такой может быть к 50-ти. Или вообще вот так вот куда-то уйти. Вот. Соответственно, я бы не стал вот такое делать. Ну, то есть, для себя, вот я, например, в чем хожу. Вот. У меня вот такая вот достаточно брутальная, просто круглая. И мне это очень нравится, потому что пальцы абсолютно не стеснены. Даже если я не чувствую. Здесь вы, может, это сильно и не почувствуете. Так, чуть-чуть. Но это влияет на работу. Вот. Я это не люблю. Вот. Задник очень крепкий. Очень крепкий здесь. Прям очень крепкий, да. И длинный. Вот. И длинный, самое главное. Вот аж такой вот он. Вот. Это хорошо. Для чего он длинный? Для того, чтобы еще вот эту вот переименную часть, где стоит у них супинатор, где нет железа, сделать, ну, более трудносгибаемый. То есть, более пружинистый. То есть, задник тоже участвует вот в этой поддержке, стопы. Вот. Ну, вообще, у американцев свойственно. Вот, например, моделях. Вот. Если Iron Ranger взять. Вот. Ну, мы под нее делаем иногда. Вот. Тоже очень длинный задник. Длинные задники они вообще любят. И это хорошо. То есть, для ортопедичности в обуви это просто, ну, прекрасно. И здесь это с конкретной функцией есть. Чтобы она труднее сгибалась, лучше держала стопу, в общем. Заказчик хотел вот эту вот обувь, заказал без подноска. Вот. То есть, вот здесь вот ничего нету. Сейчас покажу. Вот, смотрите. Видите? Мягкая. Мягкая. То есть, здесь ничего нету. То есть, он хочет, чтобы со временем нос опустился, вот. Ну, стал таким типа утином. Примерно вот. Вот. Вот таким вот, примерно. Вот. То есть, это по-своему, ну, по-своему интересно, да. Таким винтажным. Вот. Но, вы знаете, всё-таки я считаю, что я вот здесь немножко укрепил задничек, просто слоем дерюшки, да. И я считаю, что всё равно немножечко хоть, ой, под носок их, немножечко всё-таки, но нужно укреплять под носочек немножечко, хотя бы какой-нибудь тканью. Потому что иначе будет очень сильно виден большой палец. Большой палец вот здесь будет, он при ходьбе поднимается, и он будет выдавливать, и будет его явно видно. То есть, я не люблю, когда мою анатомию видно. Вот. Кожа, потому что довольно мягкая, он выдавит её легко, сто процентов. Вот. Фурнитуру я сказал. Четыре блочки и два крючка. А шнурки здесь в комплекте плоские и вощёные, как на Бекманах, например. Вот. Но, вы знаете, они прямо вот, такое вот ощущение, что они здесь по стилю не очень хорошо идут. Как-то пара достаточно грубоватая, с таким вот соултримом широким, то есть с рантом широким, каким-то агрессивным. И вдруг такие шнурочки, ну, мне кажется, здесь кожаные, которые есть здесь в комплекте, пойдут гораздо более. Вот, гораздо более. Я, может, их ставлю, показать, чтобы посмотреть, как это выглядит. Так что, всё-таки, пара ближе к рабочей, скажем так, всё равно, чем к формальной. Вот. В общем, о верхе я всё рассказал. Теперь расскажу о низе. Крепление, как они это сами пишут, это hand-sewn stitch-down. То есть, сшитый вручную доппель. Ну, по-нашему, если так грубо переводить. Но, на самом деле, это вариант норвежского ранта, ну, то есть норвежской конструкции, адаптированный, упрощённый для такого цехового производства. Вот, упрощён он тем, что сам норвежский шов, вот здесь вот, сейчас покажу вам. Вот, смотрите. Вот норвежский шов, которым пришита стелька через верх. Вот. Вот здесь вот он открытый. На этой паре он открытый. Видите, вот он такой неровный. Потому что, ну, в общем, я не старался, это не модельная обувь, это просто для себя быстро делалось. Но, тем не менее, вот вы видите его, да? Так вот, чтобы скрыть эту неровность, чтобы скрыть эту неровность, добавляют полоску кожи, которая потом отворачивается и пристрачивается сюда. Ну, кроме того, что она закрывает вот этот вот неровный норвежский шов, ещё функция такая, что не прорежется. То есть верх вот здесь вот не прорежется этим швом. Вот. Но всё-таки я думаю, предполагаю, что большая часть всё-таки здесь косметическая. То есть вот так вот обувь выглядит фабрично. Вот. Если здесь оставить вот такой шов неровный, то это будет уже она напоминать кустарную. Опять же, а чтобы его добиться ровности, уже сапожник будет не 5 пар в день делать, да? Не 3 пары в день прошивать там. Вот. А будет всего лишь одну. Производительность сразу упадёт резко. Потому что, чтобы сделать этот шов ровным, нужно иметь очень высокое мастерство, очень высокую точность рук. Соответственно, будет большой процент брака. Ну, то есть это очень сложно. То есть это практически для обуви в таком ценовом сегменте, это невозможно сделать норвежскую конструкцию красивой. Вот. Соответственно, здесь делается вот такое. Его ещё у Никсов называют rolled weld, то есть отвернутый ранд. То есть пришивается полоска сюда на этот шов, потом она опускается на подошву, вот, и уже пришивается. Всё. Здесь получается вот такой бортик. Вот на рантике, вы видите, близко к обуви такой бортик. Вот. Это как раз тот шов закрытый. Вот. И он не совсем ровный, даже его вот так вот можно посмотреть и видишь, что он неровный. Вот. В общем, прочность даже повышается, при том, что ты присываешь полоску. Вот. Также ранд этот вшивается вручную, вот, прям с лёта, сразу без разделки, стельки дополнительные. Стельку вырезают они всё вручную, старым обычным способом. Вот. Но вообще, это не чисто норвежская конструкция, да, а норвежско-гвоздевая конструкция. Потому что вот в этой части, вот в этой части, вот здесь вот ранта нет. И здесь эта пара крепится гвоздями насквозь. То есть я приподнял стельку, вот эту вот стельку, полустелечку. И там я насчитал около 50 гвоздей. Даже больше. То есть то, что я ещё не вижу. Там, наверное, гвоздей 60, а может даже и то больше. Вот. То есть, соответственно, ранд пришит вот досюда. Вот досюда. Дальше этот ранд просто выпущен, и как декоративная полосочка пошёл. Хотя он есть, вот здесь вроде шов есть, но ранта здесь уже нету никакого. Пришивки норвежской уже здесь нет. Здесь уже всё держится на гвоздях, как наши старые добрые кирзовые сапоги. Вопрос, почему это? Ну, во-первых, две причины. Во-первых, потому что всё-таки вот столько прошить это гораздо легче. То есть трудоёмкость меньше. Раз. Во-вторых, сюда нужно вставлять супинатор, чтобы сделать эту поддержку свода. Соответственно, так и так приходится бить гвозди. Вот. Ну и смысл тогда там ещё какой-то ранд пришивать. Дальше. Есть у них такое понятие, и вы на сайте его можете тоже выбрать в опциях Soul Trim. То есть вылет подошвы. То есть насколько широкий ранд. Вот здесь он очень большой. Один, даже 1,1 сантиметр. Вот. Посмотрите разницу, когда вот этот вот широкий ранд и когда ранд узкий. Вот сейчас я попробую. Вот так показать. То есть вот это 44 размер, вот это 41. Вот. Окажется, что они примерно одинаковые по ширине. Наверное, так оно и есть. Вот. Если ширину взять, то вот видите. По длине они очень различные. Вот эта вот полнота очень низенькая. Маленькая полнота. Вот. А вот эта полнота огромная. И подъём высокий. И вообще всё. И широкая она достаточно. Вот. И тем не менее, подошва даже вот в ходовой части даже уже. Вот это за счёт ранта. Вот такого широкого. При этом, при этом, вот смотрите, от шва до края остаётся очень-очень мало места. То есть буквально почти обрезано по нитке. Вот. То есть один миллиметр, полтора миллиметра. Это не совсем правильно, конечно, негативно. Именно потому, что когда заменять подошву будешь, то здесь возможны разрывы будут. Потому что тебе нужно будет по второму разу прострачивать это. И могут быть разрывы, потому что всё-таки от воды, от всего портится этот краешек. Вот. Теряет прочность. То есть на замену это влияет. На замену именно низа без замены ранта. Каблук здесь около 9 сантиметров. Довольно длинный. То есть он тоже участвует в поддержке вот в этом, чтобы сильно не продавливался. Вот. Вот. Довольно длинный. Вот. Это и прямой. То есть видите, у него нету скоса. Вот. А на оригинальной модели, вот этой вот исторической, здесь такой каблук, как у лесоруба. Вот такой вот, скошенный. И на нём гораздо удобнее ходить, по моему опыту. Вот поэтому для себя, например, я только такой каблук ношу. Потому что, ну как-то он... Ты на нём ходишь гораздо легче. Потому что прямой я делал, мне не нравится. А вот такой вот уже... Вот. В общем, высота каблука здесь дюйм. Ну, 28 миллиметров. Подъём носка, те же самые 28 миллиметров. Ну, 27. Вот. Соответственно, реальная пятка, насколько поднята над подмёткой, ну где-то 18-17 миллиметров. То есть, насколько ваша пятка выше пучков. Дальше. Ну, урез коричневый. Видите. Ну, такие урезы кожаные вообще. Любые. Как бы ты их ни отделывал, если ты ходишь по погоде по любой, то они быстро облазят, приобретают такой винтажный вид. Тоже будет и с этим. Буквально за, там, 2-3 месяца носки. Подошва хорошая. Вибрам. Такая для вестернов прям классическая подошва. Такую же мы видели у Никса. Вот. Очень долго она не стирается. И прошивка сквозная, двойная. Вот. Всё это очень хорошо. Даже когда нитка сотрётся, подошва никуда не денется, потому что нитка держит её как шпилька. А. Если посмотреть стельку, стельку внутри. Вот. То стелька эта обрезана с неровностями. Ну, такая не очень ровненькая стелька. Так. И это говорит о том, что её делает не пресс под формой, а делает сапожник. То есть, он её обрезает вручную. Вот. Она так грубо сошлифована. Сошлифована, чтобы нога не горела. Потому что нога горит, когда она такая гладкая. Вот. Немножко испачкана. Ну, без полиэтилена они делают. В общем, всё, что полагается при цеховом производстве. В общем-то, средний хороший уровень. В общем, и в результате эта пара весит 1650 грамм. 1650. То есть, это, в принципе, стандартный хороший вес. И, кстати, на удивление, она довольно гибкая. Довольно гибкая. Вот почему она гибкая? Потому что при таком норвежском ранте чепрак стельки обычно более мягкий. И, то есть, они специально выбрали мягкий чепрак на стельку. Я его попробовал рукой. Попробовал рукой отогнуть его краешек. То есть, он мягкий. И это хорошо. Потому что кожа на сгибание очень трудно работает. А вот на такое разгибание подошвы, она легче работает. А на сгиб труднее. Поэтому, когда внутри стелька мягкая, то обувь все равно мягче. Вот. То есть, обувь мягче. А если бы жесткую стельку поставили, а мягкую подошву, жестче бы была все равно. Тем более, если все жесткое. Таблук точно из кожи. И сейчас мы немножко, наверное, поговорим про саму кожу верха. Толщина этой кожи, короче, 2,2-2,4 миллиметра. 2,2-2,4 миллиметра. Это так называемая, как она у них называется, dress brown. Ну, то есть, для повседневной обуви коричневая. Что это за кожа? А, вот. На заднем наружном ремне, вот, эта кожа утончена. Утончена, значит, у них есть машинка-двоилка. Где-то 1,5. Вот. Подкладка. Если взять союзочку еще померить. Померить сейчас я возьму, которая. Вот, союзку сейчас померяем. Так. Ну, 3,8. 3,9. То есть, союзка где-то 1,5 миллиметра тогда получается. Союзка 1,5 миллиметра. Подкладки здесь нет. То есть, здесь без подкладки. Вот. А здесь 1,5 миллиметра подкладка. Язычок тоже 1,5 миллиметра. По-моему. Сейчас посмотрю. Да. Язычок тоже 1,4-1,5. Вот. И, значит, кожа. Кстати, вот, с кожи. Что больше всего бросилось мне в глаза в этой паре? В этой паре мне бросилось в глаза то, что кожа на берцах. Вот она. Вот это первая пара американская. В которой кожа на берцах не отдушистая. Не отдушистая. Что такое отдушка? Отдушка это когда такие складочки, такое вот расслоение кожи. Расслоение. Здесь пара идеально, идеально ровные. То есть, нету здесь этой отдушистости. Сейчас я покажу, что такое отмин, отдушка. Ну, вот, примерно, вот, смотрите. Как их показать? Вот. Видите, вот эти вот, вот эти вот такие вот складки. Складки, как волнами идут. Это начальная степень отдушки, отмин. В принципе, это вполне позволительно на эту часть обуви. Вот сюда не позволительно. А вот сюда позволительно. Она не работает. Но у них нету этого. То есть, они взяли кожу вообще всю хорошую на эту пару. То есть, самого лучшего места. С чепрачной части. В старых каталогах у них есть то, что они берут кожу для своей обуви только из чепрака. С чепрачной части. А это примерно, ну, 35-40% от полушкуры. Всё остальное у них идёт в обход, в отход, ну, на какие-то побочные детали. Теперь о самой коже. Теперь о самой коже. Не знаю, какое это дубление хромовое или ретан. Ну, то есть, комбинированное. Но кожа не сильно жирная. Где-то 5-7% жирности на ощупь такое. То есть, даже в рязанской юфте, где 10%, она помягче. Всё-таки, более такая вот маслянистая. Это суховатая кожа достаточно. Но нормальная, не сухая. Вот. И она полуанилиновая. Что значит полуанилиновая? На ней есть краска, пигмент. Сверху, именно сверху. То есть, она вот здесь вот более светлая. Здесь она более тёмная. То есть, специальный пигмент нанесён. И закрепитель. Ну, соответственно, и плита. То есть, плита, это которым прижимают для, скорее всего, нарезки мерии. Ну, то есть, чтобы какой-то рисунок был натуральный такой. Вот, натуральный. То есть, эта кожа, скажем так, не самая дорогая. Потому что самые дорогие кожи, это с натуральным лицом. Вот. А эта кожа уже с корректированным лицом. Вот. И, соответственно, натуральные, ну вот, как они отличаются? Ну, вот, допустим, кожа с натуральным лицом, да? Вы видите здесь, ну, как, не знаю, камера, наверное, не передаст дырочки какие-то. Это, ну, вот, в общем, ну, в общем, если в приближайшем рассмотрении. Вот. А здесь она более такая гладкая, более равномерная. Все дырочки закрыты. Вот. В общем, но, тем не менее, кожа из хорошего места, с чепрака. Поэтому, вот, как бы, скажем так, ну, в общем, нормально. Вот. Кстати, вот, сейчас покажу ещё одну интересную вещь. Вот. На моих ботинках стоит кожа вот с таким же покрытием. Вот. Она изнутри коричневая, а снаружи она чёрная. Вот. Вот. И вот точно такое же покрытие, как у американской. Вот. Даже немножко она получше, потому что лицо не шлифовалось, а прямо на натуральное лицо нанесено. То есть, прекрасное покрытие. И русскушпрому, это волгоградская кожевня, я сказал, чтобы они сделали такую кожу. Вот. Если даже вот рядом сравнить, поставить. Вот. То есть, мне видно, что она, вот. То есть, очень красивая, очень хорошая такой. Ну, то есть, и она защищает кожу. То есть, у покрытия есть свой плюс. А, вот. То есть, у покрытия какой плюс? То, что её трудно содрать, труднее содрать. И она в целом уплотняет верхний слой кожи. Делает его более защищённым. С другой стороны, пара такая, меньше дышит. Вот. Хуже дышит. Ну, и тактильные ощущения практически одинаковые. Вот. И поскольку основа более светлая, то будет фейдинг. То есть, краска будет подстираться, покрытие стираться. И будет выглядывать более светлые участки. И пара будет такую антипатину приобретать. Такой винтажный, винтажный вид. Вот. Так что, на язычке здесь простой, такой разбитый, умягчённый, ну, разбитый, поняли, умягчённый такой крас. Вот такой вот. Толщина полтора миллиметра. Вот. А полустирка здесь вообще какая-то юфть, видно, очень сильно жированная, непонятного вида. Ну, видно из обрезков вообще на такие вещи никто не смотрит. Ну, и под конец, наверное, немножко моего мнения вообще вот о такой обуви. И об обуви White's в частности. Ну, в общем, это простые башмаки. Вот. Это просто башмаки, скажем так, из кожи средней руки, но и из очень хорошей части шкуры. То есть, в отличие от всех Red Wing, ЧПФ, Вольверин, Фраев и так далее, это действительно из, скажем так, пара из хорошей части шкуры. То есть, вам не попадётся здесь так, что вот одна союзка начала трескаться, и по ней пошли большие складки, а вторая будет сохраняться в хорошем состоянии. Нет. Это будет хорошее. Вот. То есть, это то, что они декларируют. А это очень часто бывает, кстати. В общем, в целом обуви White's это ручное производство первой половины 20 века. Цеховое производство, артельное, можно даже сказать. То есть, не индустриальное. То есть, низкое разделение труда. Практически один человек делает очень много операций. То есть, пара такая, в руках всего лишь у трёх человек, допустим, и всё. Вот. Ну, и степень кастемизации средняя между интопошивом и массовкой. Вот. Я считаю так, что вот у каждого мужика должна быть пара хороших башмаков. Вот White's это и есть классические, хорошие, повторяю, не отличные, это хорошие башмаки из 20 века. Вот. Это не гламур, не нанотехнологии, там, 21 века, на которых Чубайс сидит. Вот. Тем не менее, в этих ботинках очень много знаний. То есть, и эти знания во многом утеряны в настоящее время. Прежде всего, это понимание стопы. Это понимание стопы, как она работает, и понимание материалов. Как работает толстая кожа во взаимодействии со стопой. Вот. Это очень даже интересное знание. То есть, пара эта собрана из натуральных толстых кож. Она не собрана из формованных деталей, запчастей. Например, там, готовая подошва, готовый, там, задник, подносок, готовая стелька. Вот. Она фактически вылеплена из плоских кожаных листов. Вот. Кто сам делает обувь, вообще, делал когда-то обувь, тот, ну, особенно не самый прям начинающий, а кто уже достаточно долго делает обувь, вот тот, взглянув на эту пару, простенькую по виду, очень простенькую, поймет, сколько времени должно пройти, сколько труда, ошибок, опыта вообще стоит добиться такого среднего и ровного, среднего и ровного качества этой ручной пары. Фактически, эта обувь еще не готова, конечно, она еще, вот, осадку даст, вот, на супинаторе, вот, разогнет его. И разношенная пара фактически дороже, чем новая, потому что она уже под вашу ногу. Вот. В общем, и, соответственно, вот, подобрать всю жесткость материала, пиалов, кривизну колодки. То есть, это и есть то знание, которое заключено, вот, у вайцев, скажем так. Знание в виде формы колодки, знание в виде жесткости кож, которые они подбирают. Вот. В общем, плюсы этой обуви, ну, первое, это соответствие стопе. Вот, то есть, она полезна для стопы. Второе. А, ну, соответствие стопы обеспечивают еще ребята, которые подбирают вам эту, обувь, там есть парень, который у Бейкера подбирает ее уже 15 лет. Легендарный парень, он действительно очень попадает в ногу. Это натуральные материалы, да, то есть, пара хорошо дышит. Хоть она и с покрытием, все равно это кожа. Очень толстая кожа, соответственно, она принимает в себя пот и так далее. Дышит со всех сторон. То есть, это кусок кожи большой. Надежность. То есть, с ней она никогда не подведет, то есть, врасплох тебя не оставят без обуви неожиданно. Хотя бы это была война, там, или еще что-то. То есть, она абсолютно для любых ситуаций. Долговечность. То есть, вы в этой паре проходите несколько лет. Ну, раньше на наши советские сапоги, там, вот, от 7 месяцев до полутора лет постоянные ежедневные носки это было. И тогда союзки трескались. Вот. Но сейчас, я думаю, что если такую пару наши солдаты носили, то было бы примерно то же самое. Вот. Но поскольку мы не солдаты, то на несколько лет ее хватит. Вот. И она полностью ремонтопригодна. То есть, когда приходит вот этот вот низ в негодность, а эту резину, чтобы стереть, поверьте мне, это несколько лет реально ее нужно носить. Вот. То все это можно заменить. Правда, это будет стоить полпары примерно. Как полпары. Ну, 250-300 долларов. Полностью ребилд сделать ей. То есть, замените союзку тоже вот эту вот. Дальше, ну, эстетика. То есть, пара от времени становится только красивее. То есть, вот этот носочек у нее сядет, появится красивый фейдинг. Она станет вообще такой вот живой. Запах у нее свой, есть свои тактильные ощущения, вес. То есть, все это, понимаете, это все действительно... Вот я когда свою пару ставлю вот так вот, под ноги себе. Вот. Вот. И сразу чувствую, что да, это обувь. Вот. Это обувь. Встал, одел, пошел и не заботясь где. По горам ты лазаешь, по лужам ты ходишь. Вот. То есть, у тебя всегда будет нога защищена, суха. Вот. Ну, и так далее. Все. То есть, надежность. Вообще забываешь про ноги. Вот это вот очень-очень важное свойство такой вот обуви традиционных конструкций. Вот. И, конечно, особый комфорт. Комфорт для ноги. В общем, комфорт 20 века был, это, понимаете, это комфорт для сильных ног. Это, скажем так, это был мир и комфорт для сильных людей, скажем так. Для шахтеров, там, строителей, лесорубов. Вот. Это был комфорт не для слабой ноги. Для нее нужна какая-нибудь легенькая обувешка, типа Рикерт. Вот. А это был комфорт для сильной ноги. В натуральной обуви. Вот. Если у вас сильные ноги, если вы тем более спортом занимаетесь, да, то такая обувь будет для вас гораздо комфортнее, чем обувь Экко, там, ну, или еще какая-то. Или Ральф Рингер даже. Вот. То есть, разношенная пара очень комфортна для сильной ноги. Вот. Вот обувь дает прям ощущение уверенности, прям. Ну, не знаю, мощи. Вот мощи прям. Вот. То есть, ты когда вставишь ее даже, и чувствуешь ее в вес, ты прям кидаешь ее. И это действительно то, что я считаю, каждый мужчина должен иметь. Вот. Ручную обувь вообще оценит не всякий человек. В принципе, цена-то дополнительная за ручную сборку. Вот. В общем-то, зачем окружать себя вообще подлинными вещами? Ну, например, сравните. Вот. 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 Так и современная магазинная обувь. То есть, это картина только без холста, без красок, без запаха, без ощущения тактильного. А так это то же самое. Ну, в общем, как-то так. Вот. Вообще, я лично считаю, что в идеале вещи должны быть еще вот получены еще и из хороших рук. То есть, они должны быть, во-первых, созданы людьми вещи, а не машинами. Вот. Созданы людьми еще, которых можно уважать. Но в данном случае мы их не знаем, но можем их уважать хотя бы за то, что они тяжело работают. И работают своими руками. И поверьте, не так уж и много они получают. Вот. В общем, индивидуальная обувь вообще, это, конечно, не индивидуальная прям обувь. Индивидуальная – это когда обувщик сам работает с заказчиком, там, со стопой, там, щупает ее своими руками, учитывает все нюансы стопы, все нюансы ткани и вообще тела, возраст человека, рост болезни. В общем, эстетику, с чем, ну, что он носит, какую одежду, условия носки, где он, может, в помещении будет. Вот. И даже поддержку свода в такой обуви можно сделать действительно так, чтобы даже и разминать не пришлось. Вот. Но это, конечно, личное присутствие заказчика желательно и даже обязательно. Вот один японец есть такой, White Cloud называется у него, контора, он там один шьет. Так вот, он требует не менее двух приездов заказчика в Японию. Вот. И люди едут, в том числе и из США, едут через океан, вот, чтобы заказать у него пару. Но вещь, получается, действительно живая. Вот. Конечно, это непосредственно нам. Вот. Живая вещь вообще редкость в нашем мире копий бездушных. Вот. Так вот, OweFights – это хороший компромисс между индпошивом полным и массовой обувью. Цена 550 долларов. В общем, это как бы и высоко, и невысоко. Если, бывает, сделали обувь вот только кастомную, вот только вот, как вы хотите, вот здесь коричневая, здесь черная, там еще, еще, еще по опциям вашим, то цена была бы еще выше, они бы уже разорились. Но у них, слава богу, есть еще просто линейка, которая продается, продается стоковая обувь. Поэтому это все их держит на плаву, вот, и, в общем-то, дает нам возможность заказать обувь по цене, вот, 550 с опциями. Вот. Но вообще, если сравнивать цену 550 долларов с рантовыми и аналогами, например, ну, или не рантовыми ботинками, то это, конечно, дорого. Вот. Часть этой цены, конечно же, не оправдана плюсами потребительскими. То есть, она больше за труд людей, за их время, вот, за их энергию, в общем, за марку, что вы скажете, вот, у меня вайц классический, ну, легендарный. Вот. Теперь вы, ну, то есть, вы купите ее и можете сказать, вот, я купил вайцы, вот, которые люди делали, вот, ручная работа. Вот. Ну, то есть, фактически, когда вы покупаете такую обувь, вы делаете вклад в нашу память о старом добром времени, где, когда были еще настоящие вещи. Вот. Соответственно, вы платите непосредственно людям, которые это делали, непосредственно, не машинам, не капиталу, вот, а людям. И вот это реальный обмен энергиями, это особое мироощущение, это, как бы, мир живой и вещи живые, то есть, ну, как бы трепетно надо это понимать. Вот, знаете, вот, кто этого не понимает, даже хотя бы он имел достаточно денег на покупку, то он вряд ли сможет оценить такую обувь, потому что, повторяю, цена, как бы, дороговата и полностью не оправдана ее свойствами. Вот. И, так же, трудно будет понять, за что платить за ребилд. То есть, у вас остается только вот эта часть, все остальное заменяется, и вы еще платите половину этой пары, там, через 8 лет, например, чтобы это... А зачем? Взял эту, выкинул ее, купил новую, вот, а люди несколько носят ее всю жизнь, то есть, они вот оставляют эту заднюю часть, все это переделывают раза по два, вот, и носят эту пару, в общем-то, всю жизнь. Вот. Так что, я вообще рекомендую покупать хорошую обувь ручного производства, вот это вот как раз вайц, это классика, классика. Вот. Разносите через боль, ну, это действительно классика. В общем, спасибо вам за внимание. Вот. Следующий ролик, он уже, он уже отснят. Вот. Он будет, вот, вот, о пошиве вот этих вот ботиночек. Для нас, для нас нестандартных, потому что здесь кожаная подошва. Вот. Просто, кто любит смотреть на, как люди руками работают, вот, посмотрите, как эти ботиночки были произведены. А сегодня я их пойду отправлю уже заказчику. Вот. Ну, в общем, в общем, очень, очень вам рекомендую. Если у вас средства есть у вас, то поддерживайте ручной труд. И вот эта вайц, это одна из самых лучших американских марок, такого среднеценового сегмента. Спасибо вам за внимание. Поздравляю с праздником, великим праздником Пасхи. Христос воскресе. Воистину воскресе. Христос воскресе. Субтитры подогнал «Симон»